Лекцию буду читать я. Меня зовут Беляков Антон Олегович. Основные модели новой теории эндогенного экономического роста. Значит, о чем я хочу рассказать? Я хочу рассказать о некоторых задачах, которые возникают в теории экономического роста. И вообще рассказать про эту науку и в конце даже перейти, немножко упомянуть о том, как задачи экономического роста могут привести к уравнению математической физики. Но речь идет про эндогенные, то есть как бы санкции, и у вас могут иметь дату развития, да? Ну, как бы, да, в некотором смысле да, можно и так сказать. Вот, то есть, вообще, что такое экономический рост? Кто-то изучал экономику? Ну, все изучали. Все изучали, все замечательно. Значит, началось с самого начала. Да, ну, значит, вот самое главное, что такое экономический рост, зачем его нужно изучать и увеличивать и прочее. То есть, ну, грубо говоря, очень грубо говоря, наверное, все-таки это будет рост так называемого ВВП, обваловый внутренний продукт. То есть, а что такое ВВП? То есть, если откроем Википедию, там есть, в принципе, определение, как во всех учебниках, что это... Ну, мы читали, вы говорите. Да, да, значит, что это стоит... Ну, в принципе, оно интуитивно понятно, ВВП, да? То есть, это только хорошо мы поработали, только хорошо мы произвели. Ну, вот наизводим, как бы, приносу ВВП, ну, и... Да, да, да. И с определением сразу станет понятно, да? То есть, точно... Да, смотрите, это, значит, совокупная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных резидентами страны за определенный период, например, за год. А промоем чрезидентом страны? Да, значит, если он проводит здесь больше половины времени, то резидент. Не, не в этом вопрос. Он формально резидент, но у него там Челси за рубежом. Челси считается, включается... Да, есть разница между ВВП и ВНП. Включается ли доход Челси в ВВП наше страны? Значит, если он его здесь получает, то да, включается. То есть, в ВВП входит, в том числе и доходы от ваших институтов за рубеж. Ну, на самом деле, ВВП не будет включаться. Это, на самом деле, это некоторые частности. Важно в том, что все-таки, во-первых, слово резиденты, да, это важное слово. Но еще более важное слово конечных. Что такое конечные товары и услуги? Это именно те, которые мы потребили. И все, и больше мы их не используем в процессе производства. Да, то есть, вот в чем дело. То есть, если я произвел что-то, но потом продал другой фирме, которая из этого еще что-то произвела, и продал третьей фирме, которая из этого еще что-то произвела, да, а потом уже продала кому-то, кто это потребил, да, то вот, грубо говоря, ВВП – это вот именно то, что они потребили в конце. Вот это все промежуток не считается. Отсюда сразу есть, получается, три способа просчета ВВП. Значит, первое, собственно, по конечному потреблению, значит, другое, значит, по затратам. А третье – это по так называемой сумме добавленных стоимостей, да, вот если такой налог на добавленную стоимость, да. Вот, собственно, сама добавленная стоимость, если ее просуммировать, она как раз и даст вам цену вот этой конечной услуге, которую потребили. И у нас в стране вот как раз ВВП считают, мне кажется, по-моему, именно так, потому что это самая быстрая информация, которая доступна государству, это ваша булгартовская черность, то есть ваши добавленные стоимости, а не ваших фирменных стоимость. Ну, это так вот, отход в некоторое такое определение. Ну, ВВП – странный немножко показатель, да. Вот у Китая же большой ВВП, а у нас маленький ВВП. Ну, что, мы менее развитые или более развитые, чем Китай? Смотря в каком классе, то есть. Принцип по уровню жизни населения мы на одном уровне, а то есть деление ничего нет. Ну, вот, да, то есть на самом деле, о чем действительно мы должны заботиться, наверное, хотя тоже это не факт, да, все-таки не о самом ВВП, а о некотором удельном ВВП, да, то есть, например, деленное на количество людей или там на количество работников. Среди, наверное. Оба состояния страны, ну, населения у населения. Да, да, то есть это показатель, это ВВП на душу населения. А больше есть как-то политик покупательной стоимости? Да, это как, ну, это связано с тем, что все-таки у нас ВВП считается в номинальных некоторых величинах, да, так сказать, и некоторые вещи, они у нас в зависимости от обменного бурса, да, они у нас могут стоить дороже, где-то дешевле. Конечно, мы когда сравним ВВП, ну, на это обычно делают скидки, да, так сказать, то есть пересчитывают, да, в каких-то общих физических величинах. Вообще, ведь вот эти три способа подсчета ВВП, реально-то они совпадают или нет? Нет, конечно. Нет, конечно. Нет, конечно. И разница между ними показывает, так сказать, тоже не некая. Да, да, некоторые эффекты о том, сколько у вас доступна информация, сколько скрыт. С одной стороны, да, с другой стороны, то есть кто сколько стащит может показать. Не, ну, на самом деле, знаете, тут с декларацией вообще ваших доходов это отдельная вещь. То есть, например, вот там вот открываете западный вечерник, там написано, что, например, ПВП входит, также стоимость аренды вашей квартиры, даже если вы её не сдаёте, а сами в ней живёте, да, то есть вы сдаёте её сами себе. Но при этом стоимость приготовления вашей супругой вам завтрака туда почему-то не входит. Хотя, в принципе, тоже можно было бы войти. Поэтому я вот слышал одну великолепную такую аналогию, значит, ВВП – это такое множество дробной размерности. Чем точнее вы её меряете, тем оно больше становится, да, так сказать. Поэтому вот где-то надо остановиться, всё, меряем, вот, до сих пор. Вот, и дальше мы их не учитываем. А ты сам себе готовишь. Вот, ну так вот, а ещё вот другие есть услуги, да, так сказать, вот, как их оценить. Вот поэтому, в общем, разные-разные вещи, да, вот, можно, говорю, вот, поэтому здесь, значит, мы просто останавливаемся на каком-то уровне и считаем вот это, конечно, очень грубая, значит, оценка, что это ВВП. А там, опять же такие, допустим, бедные страны. Есть такая же статья, по-моему, называется, что бедные страны не такие бедные, как они кажутся. Да, потому что чем вы беднее, тем больше у вас чёрного рынка, тем меньше у вас отчётности вообще любой, да, так сказать. Поэтому, вот, вроде ВВП у вас формально очень маленькое, да, но, так сказать, у вас там такой чёрный рынок, что, на самом деле, прилично, наверное. Но это всё, в частности, это всё связано с измерением и некоторой мотивацией вообще, зачем нам изучать экономический рост ВВП и прочее. Ну, вот, давайте условимся, что нас волнует ВВП на душу населения, хотя тоже немножко странно, да, я вот сейчас могу ВВП на душу населения ещё быстро поднять в два раза, да, как-то, 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 как-то. Прямо, да, ну, нет, мне нужны некоторые инструменты будут, да, вот, но, по крайней мере, сократив население в два раза, да, моментально, да, так сказать, вы поднимаете, при том, что ещё капитал у вас не успел амортизироваться, здесь, да, так сказать, у вас получается вдруг, ну, берёте, вот, лишаете гражданства, там, выгоняете половину населения, а вот у вас, вот, там, вроде как, да, за границей пусть работать надо. Вот, поэтому, значит, это... Это просто такое сразу в контексте, это, вот, допустим, мы даём работу мигрантам, но они не становятся гражданами. Ну, они становятся резидентами. Резидент, это важно, важно. Резидентами они стали становиться два года назад или два. Нет, у кого есть, формально есть определение, я боюсь здесь наврать, потому что это тот, у кого есть, значит, у которого фокус экономического интереса у нас в стране. Теперь дальше, что такое фокус экономического интереса и так далее, то есть, ну, формально есть определение, ну, можно сказать, что вот резидент, вот, половину времени он здесь находится, и он уже платит налоги здесь, всё, да, потому что считается резидентом. Ну, по крайней мере, раньше так было. Опять же, здесь я не специалист в главе отчетности. Ну, будем вот, все, глупое надушное вселение. Вот так договоримся, да? Значит, и что мы хотим с ним сделать? Нам хотелось бы, чтобы он рос, и чтобы быстрее рос. И какие по этому поводу есть инструментарии у экономистов? Значит, были так называемые модели экономического роста, которые описывали рост. Ну, их еще называют модель первого поколения. Это вот, например, с чего все начинается? Во-первых, надо про производство рассказать. Как описывается производство современной экономической теории? Ну, одной из самых популярных функций, это, например, функция вот такая, что ваш выпуск, да? Ваш выпуск – это просто, ну, некоторый коэффициентик, ваш капитал. Это фирма или страна, в данном случае не важно. Например, фирма. Вот. В какой-то степени. А это ваш труд. Тоже в какой-то степени. Вот. Вот это фирма, вот это… И труд. Это был просто коэффициент пока. Хотя, на самом деле, он самый важный. Наверное, для нас будет. Вот, этот капитал – труд. А у него линейная нормальность. То есть, я этот капитал доможен на какое-то число, и труд на это же число, то я это число могу вынести в первой степени. Вот. Значит, есть… К этому есть определенная мотивация. Почему именно так, да? Сделаю… Хотят. Потому что считается так, что… Почему… И еще называют ее постоянной отдачей от масштаба. Да. То есть, если мы масштабируем в один же параметр, оба полуфактора производства, то и весь выпуск у нас в то же количество раз растает. Почему, значит, не возрастающие? Потому что мы считаем, что у нас экономика достаточно большая, что мы использовали все возможности для специализации. Да. То есть, чтобы выделить… Допустим, у меня есть станки, да, и есть рабочие на этих станках. И у меня экономика достаточно большая, что я использую уже все возможности специализациями их рабочих, которые мне могли бы дать отдачу от масштаба большую, чем постоянную. То есть, я выпустил там… Уже давно у меня выделен отдельный человек, который эти станки только обслуживает, да, и так далее. Вот. И в следующий раз, если я хочу что-то… Просто покупаю большее количество станков в два раза, и нанимаю в два раза больше людей, я не получаю больше, чем в два раза выпуска. Вот так скажем. То есть, она не возрастает. Я не в восемь раз больше получаю, а получаю… Вот в два… Просто такую же фирму устрою рядом, да, и получаю ровно в два раза больше, а не в три, например. Да. То есть, вот такая интуиция. Почему не… Не возрастающая, точнее, масштаб. И почему не убывающая, да. Почему не убывающая? Тоже, как бы, такая формальная… Такая отговорка, что… Считаем, что мы учли все значимые факторы производства. Да. То есть, что значит… Вот станки и рабочих. Мы считаем, что пока вот это два значимых фактора производства. Что было бы, если бы я какой-то значимый фактор не учел? Ну, например, вот… Я учел только станки, а рабочих я считал не значимым. Я докупаю станков больше, а рабочих у меня не хватает, чтобы загрузить эти станки нужным образом. Поэтому я увеличил количество станков в два раза, а выпуск у меня не в два раза увеличился, а только в полтора. Почему? Потому что рабочих не хватает. Значит, я не учел значимых факторов производства. Рабочих учел, а вот теперь у меня действительно постоянная качество, не убывающая. Но! Это же верно только на определенном масштабе. Если я же на умыштабирую больше и больше, у меня какие-то новые факторы начнут быть значимыми. Например, очень просто территория. Я рано или поздно займу всю нормальную территорию. Или, например, какие-то другие ресурсы, которые до этого для меня были бесплатные. Например, вода чистая. Или воздух чистый, так сказать. Начиная с какого-то масштаба, надо понимать, что это все очень верно против каких-то масштабов, каких-то пределов. Но вот это основное свойство вот этой функции. Линейная, значит, постоянная отдача от масштаба или еще называют ее положительной линейной однородностью. Или однородность первой степени. Это вот это вот самое. Сейчас про у, пожалуйста, скажите. Игорь, выпуск. Выпуск? Ну, грубо говоря... В деньгах? Нет. Физически. Ага. Физически. Тогда как мерить? У нас будет для простоты пока, когда потом перейдем к другим, для простоты пока будет просто один товар, в котором будем все мерить. А, один товар. Да. Мы пересчитываем все... Да. Все будем мерить в этом товаре. Такой товар-счетчик называется номерер. Да, таким французским словом. Работа в университетах. Наш брат преподаватель и ваш брат студент. Да. И ваш брат аспирант, так сказать. Как они учитываются? Мозги учитываются, пересчитываются на плате, да? Ну, надо пересчитывать. Ну, сейчас мы вот все в деньгах считаем. В деньгах? Да, в деньгах. Как ты пересчитываешь? Ну, деньги в свою очередь можно в какой-то физический товар пересчитать. Я бы в трудочасах все считал. Вот потратили столько-то времени. Трудочасы – это хорошие, мне кажется. Или трудодни. Ну, смотря на что деньги тратить. На что часы тратить. Что можно их обменять. Да. Сейчас мы вот здесь плаваем и разговариваем. Ну, просто от инфляции не зависит. Да, вот ваше количество трудодней, сколько вы потратили, да не зависит от того, сколько вы нынешний курс там… И депутаты в Дубе сидят. Вот разница класса. Да. Это важно. Мы уже затронули очень важную проблему, которую в конце мы только приведем к ней. То, что у нас могут быть разные уровни квалификации. Квалификации, да? А на самом деле, можно сказать, что вот этот коэффициент может отвечать, да? Или если этот коэффициент добавить суда внести, да? Это нужно вопрос. Да, да. То есть, мы в данной ситуации не учитываем никаких дополнительных менее значимых факторов, то есть, например, по квалификации… Пока нет. Пока нет. Пока я просто хочу показать, как выглядят первые модели эндогенного роста и почему они нас не устраивают. Но формально в тех моделях вата это закладывалось, у каждой страны как бы своё ауру. Да. Но роста не было. Там фактически они не описывали эндогенный рост, да? То есть, они описывали эндогенный рост до какого-то уровня, но долгосрочного эндогенного роста они не описывали. И сейчас я покажу. То есть, пример, устраивание оборудования и так далее. А, сейчас это всё, это будет, да? Это как раз несложно. Это ерунда. Значит, ну, самое главное, в чём замечательность этой функции, да? Она очень удобна. Даже чисто математически. Почему? Во-первых, её удобно агрегировать. То есть, если у вас две… Вот, допустим, если у вас N фирм, да? Одинаковых, да? С одинаковой технологией. То я беру, значит, вот здесь у меня N капитала их совокупного, N их труда совокупного. Но в результате у меня должно быть N выпускных. То есть, легко очень агрегировать. Ну, то есть, фактически, что я говорю об одной фирме, что обо всей экономике разницы нет. Вот это замечательное свойство функции с постоянной отдачей от масштаба. Можно вопрос? Да. То, что у нас коэффициенты степени альфа, единица, минус альфа, то есть, цунгут единицу. Это именно наша модель такая? Да. Значит, а это как раз таки, в этом и заключается свойство постоянной отдачи от масштаба. Да? И вот за то, что ты дал как раз мотивацию, почему мы именно вот оно… Начинают обычно так. Здесь пишут альфа, здесь b. А потом вот говорят, почему все-таки альфа плюс b. Ну, вот из-за того, что вот тут и они чезают, так сказать. Вот оно вот. Да, N отсюда выходит, и оно получается в первой степени. И сокращается. Да, да. Собственно, в этом и состоит постоянная отдача от масштаба. И оно удобно агрегировать. То есть, это как бы… Я забыл сказать, альфа у нас от нуля до одного. Да? И отсюда мы получаем второе важное свойство неоклассических производственных функций, а именно убывающая отдача от каждого отдельного фактора производства. Да? То есть, если я нарисую вам график, значит, например, при прочих равных, да, зависит от капитала мой выпуск, да, вот для одной вероятной функции, да, то она будет вот такая. То есть, каждая следующая доля капитала, он имеет так называемую убывающую предельную производительность капитала. Каждая следующая единичка капитала мне дает все меньше и меньше прирост. Да, вот я вот… Ну, это называется рубка куда-то там… Ну, да, да, да. Окей. Да, да. Вы берете просто… Ну, да. Вторая производная у вас… Вторая производная у вас будет отрицательная, да. То есть, с одной стороны, у вас растет выпуск, всегда растет, да, но вот оно вот там вот загибается. Ну, собственно, вот… И в этом-то беда, на самом деле, этих моделей-то и есть. Вроде бы… А именно вот в этой вот, что она вот так вот загибается. Вот. Потому что… А дальше пишется очень простое уравнение динамики капитала. Ну, давайте сразу про всю страну говорить, да. А, соответственно, пока у нас закрытая экономика, да, закрытая экономика. То есть, торговли ни с кем нет. И мы… Значит, как выглядит уравнение динамики капитала? Я сразу в непрерывном времени буду писать, потому что у меня так удобнее, значит. Вот это вот… К с точкой от Т. Это изменение капитала в экономике. Да, скорость изменения капитала в экономике. Это чистые инвестиции в капитал. Чистые инвестиции. Да, валовом инвестиции. Минус константа. Норма амортизации на капитал. То есть, собственно, саму… Это вот амортизация. Вот это как раз и есть выбытие капитала. Стеревание капитала. Вот простой уравнение. Да, вот такой вот. Который на самом деле дает динамику капитала, так сказать. И вот… Значит, сразу вопрос, да. Откуда, собственно, берутся инвестиции? Инвестиции вот берутся из выпуска. То есть, считается, что люди часть потребляют того, что выпустили, да, а остальное часть сберегают. Соответственно, они равны сбережениям. Их обычно обозначают S. Ну и для простоты здесь мы будем считать, что наши сбережения равны некой константе умножить на выпуск. Почему эта константа именно вот такая, это отдельный вопрос. Либо это какое-то такое равновесие, либо просто договорились, либо просто закон такой вышел, что вот сколько надо соберегать и, соответственно, инвестировать. Ну вот уравнение такое. И на самом деле вот сейчас только что мы с вами написали уравнение, значит, модели Solo или Solo-Swan. А Solo вообще на русскую премию получил. Вот. За эту модель? Ну, почти. За кое-что и в эту модель в частности. Да, так сказать. Значит, я... Постоянно в этом смысле? Что что? L у нас не меняется. Да, L пока будем считать, что постоянно. Хотя, конечно же, в более продвинутых моделях, когда вы хотите исследовать демографические эффекты, естественно, L как-то меняют. А в самом простом виде его меняют согласно малькузианскому закону. Да, так сказать, просто экспоненциально растет. Вот. Как, собственно, ИА тоже сюда вставляют какой-то рост экспоненциальный. Но это уже называется экзогенный рост. То есть некоторый рост снаружи. Как будто бы вашей стране и какая-то другая страна постоянно дает новые технологии. Все новые, 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 ничего на них не тратить. Вот. Поэтому это называется модель экзогенного роста. То есть как будто вы описываете какую-то маленькую страну, которая только извиняется, что ворует технологии. И сама она нужна. Ну, значит, увеличится объем работы за счет технологии, а не за счет увеличения народа. Ну, вот как-то так. Все будут и начало двадцатого. Да. Так давайте подставим просто и получим динамику. У нас точка динамика выпускали. Т просто-напросто равняется С умножить на А точка Так. Значит, и что тут у нас получается еще? Минус дельта К. Удобно поделить все на Л, чтобы не мешало. И в этом как раз нам поможет наша вот эта вот линейная однородность этого уравнения. Все на Л поделим. Введем К маленькое, равное К большое делить на Л. Это у нас будет капиталовооруженность труда. Вот эта формула тогда у нас будет выглядеть так, что ВВП на душу населения, будем считать, что труд – это просто количество людей, равняется чему? А на капиталовооруженность труда в степени альфа. Совсем простенькая форма получается. Вот. А здесь, соответственно, будет К маленькое с точкой равняется С на А на К маленькое в степени альфа минус дельта К маленькое. Все, вот оно, уровень динамики. Оно немножко другое будет, если у нас будет расти труд. Что-то там концы с концами не сходятся. Это будет большая кап. Две верхние формулы сравним. Да. Две верхние. Две верхние. Там концы с концами не сходятся. Разделим на L, да? Разделим на L. Все в порядке. Нет, L в степени альфа останется. А, и K. Она подказывает. Да, она подказывает. Я столько раз это делал, что я верю с вами себе. И K и Y разделение на Y. Да. И K и Y разделение на Y. Да. Ну вот. А, да, написано. Да. И вот, собственно, новое уравнение. Если бы еще L росло бы экспоненциально, сюда бы еще добавилось, если бы минус N маленькое на K. L где N это был бы темп прироста населения. Да. Если бы минус N, нельзя просто так делить там слева. Конечно, конечно. Ну, на самом деле, нужно воспользоваться этим законом, что, значит, темп прироста частного равен разности темпов прироста числителей и знаменателей. И все, и отсюда сразу так делить не получится, но результат такой же. Ну, или у вас не зависит от T, не зависит. Пока не зависит. А, пока не зависит. Давайте, для простого, мы не о демографии сейчас говорим. Это, это у нас, как бы, удельные вот эти лучи. Да, да. Просто, если мы решили их удельным величинам, и, допустим, это точно так же будет выглядеть. Y маленькая, K маленькая. А решается вот это уравнение графически обычно. И вот, если вот это, это наша A, K маленькая степень альфа, вот она, пошла кривулька, да, то вот эту штуку, вот эту, называется, мы ее еще называем восстанавливающей инвестицией, да. Вот, то есть это фактические инвестиции, а это восстанавливающие инвестиции. То есть инвестиций, которых достаточно, чтобы только-только капитал поддерживать на одном уровне. Вот эта кривулька, а это вот там, где слонок луны, это кривулька, вот. То есть это ДНК. А вот точечка. И вот точечка. Две стационарные точки. Вопрос какая устойчивая, какая нет. Верхнюю устойчивую, нижней нет. Все. Вот мы решили всю динамику. Отсюда стрелочками я покажу, как все идет. Все, задача решена. Ну, там, конечно, ответить не ограничивалось. Там много других заслуг. Значит. Какой инвестициональный ссор был? Ну, не знаю. Я не интересовался, да. Значит, что здесь интересно. Интересно то, что, да, если вы откуда-то стартуете отсюда, у вас там есть какой-то экономик. Да, у вас есть рост экономический. То есть почему? У вас растет капитал, капитал-оборуженность, единица труда. А значит, растет и ВВП на душе населения. Чем К маленькое больше, и население больше. Ну, в смысле, и ВВП на душе населения больше. Рост есть, но рост ограничен. Ну, вот и все. Вот вся беда. То есть фактически они вам не объясняют. Они объясняют и некоторые другие интересные стилизованные факты, так называемые. Например, условную конвергенцию стран по душе населения. Обратите внимание, чем ближе я сюда подхожу, тем меньше идет разница. Тем у меня меньше скорость будет. То есть я сюда иду с замедляющейся скоростью. Поэтому страны уже развитые, у которых большая капитал-оборуженность, они растут медленно. А страны, которые их догоняют, они растут быстрее. Поэтому они должны как бы сходиться. То есть бедные должны догонять богатых. Но у нас сейчас была такая гипотеза, она не подтвердилась. Вот. Но подтвердилась, если мы, скажем так, поставим условие, чтобы у всех этих стран были одинаковые коэффициенты. Если они одинаковые, тогда гипотеза не опровергается на статистике. Есть так называемые условные конвергенции. Условия, что коэффициенты в странах. Ну, по крайней мере, у них одинаковое стационарное положение. Есть такие вот эмоциональные. Вот. То есть она это подтверждает. А самое главное, что для нас интересно, она не объясняет, как нам роста получить. За счет чего, почему. То есть какая статистика есть агрессионная? Значит, если у стран похожий параметр, то действительно они сближаются. Да, да, да. Это, так называемая, групповая или клубная конвергенция. Потому что она наблюдается очень интересно. Вот с самой богатой стороны, да, они все сближаются. И самые бедные все сближаются. Но друг от друга они... Это называется great divergence, да, большая дивергенция. Они вообще отходят друг от друга. Но коалиционного развития то есть не получается. Между решениями, ограничениями отношений нет. Как нижняя константа и верхняя константа. Еще раз. То есть ВВП развитых стран, да. И ВВП второй группы стран. Их отношения между ними расходятся экспоненциально? Или остается в коридоре константа нижняя константа вверх? Скажем так, и те, и другие растут как-то, да. Но, в результате, между друг с другом они расходятся лучше. Экспоненциально или нет, я не могу ответить. Вот. То есть... Наверное, не должны, да. Ну, самый главный. Модель так называемого, модели роста первого поколения, неоклассические. И даже, скажем так, это модели просто, неоклассические модели роста. И потом появились, естественно, модели эндогенного роста. Ну, и как, значит, сделать модели эндогенного роста из этой модели? Надо очень просто отказаться от второго предположения для функций производственных. Да. А именно от убывающей производительности капитала. Давайте предположим, что она линейная. Ну, и все. Что значит предположение? Вот. Вот именно, понимаете, да, мы столько времени потратили на то, чтобы объяснить, почему она должна загибаться, да, почему я вот, нанимая все больше и больше капитала, да, у меня все хуже и хуже получается, значит, от каждого следующего станка, да, вот, как, помню, фильм был такой, да, старый, там, когда вот все, ткацкие станки, да, и вот там на рекорд шла вот эта вот ткачиха, да, что сколько одновременно она может обслуживать станков, да, и вот, и в самом конце у нее был такой зал такой длинный, в связи в станках, и она такой боюсь, что не сдюжу. И, значит, раз, и побежала между этими всеми станками, там, связывать порвавшиеся нитки там, да, вот, грубо говоря, даже вот если она очень здорово бегает, да, все равно у нее это будет хуже, если от них было двое, да. Но, значит, как отказаться? Ну, естественно, пытаются тоже им делать мотивацию. Они говорят, а давайте будем понимать капитал более широко, да, более широко. Не просто капитал некоторый, физический капитал, а еще плюс инфраструктуру, да, плюс какое-то там взаимное влияние капитала на капитал, может быть, какой-то человеческий капитал, да, там еще какие-то, вот, и давайте его более широко, значит, понимать. Например, так, что пусть вот эта вот штучка А, она сама, в свою очередь, зависит от общего капитала в экономике, да, ну, естественно, если она будет сама функцией от общего капитала сюда, да, так сказать, можно подобрать такую степень здесь, чтобы в результате общая степень УК была единичка. Ну, вот, собственно, вот это и... И так, значит, приходят к моделям, то есть, например, если я скажу, что вот эта вся экономика, да, значит, А, это просто некоторая другая А, это А с тыльдой Бликой, это просто А, у которой К находится в степени единичка минус альфа, да, вот она этому равняется, ну, L для простоты будет единичка, просто нормируем к единице, значит, наш труд. То в результате у меня здесь альфа, здесь единичка минус альфа, все будет равняться просто А умножить на К. Поэтому эти модели так и называются, АК модели. Есть микрообоснования там для них, что, как бы, у нас много фирм, каждая из них имеет не классическую производственную функцию, забывающую предельную производительность, но из-за так называемого внешнего эффекта общего капитала на общую для всех так называемую общий факторную производительность, который отвечает за долгосрочный рост, то можно привести к этому виду АК. Вот такое наивное предположение. И сразу замечательно, я сюда вот поставляю вместо вот этого, да, что у меня тут было. Убираю вот это альфа, да, вот. Вот у меня, я сразу получил модель роста. Вопрос, сразу вопрос. Какой темп прироста капитала вооружённости в данном случае будет? Экспоненциальный. Ну, рост будет экспоненциальный, значит, темп прироста постоянный. И какой? Мы для этого должны... Темп прироста, ну, это К с точкой делить на К. Ну, и СА минус Д. Вот, да, СА минус Д. То есть, вообще, он вообще постоянно ни от чего не зависит, да? Дависит только от параметров. Так? Значит, ну, и, соответственно, точно такой же темп, из-за того, что функция линейная, да, стала теперь у нас, у маленькая равняется АК. Точно такой же темп будет и у, соответственно, у ВВП на душу населения. Да? У всех значников параметров одинаковый темп прироста. Теперь, получается, что у каждой стороны свой темп прироста. Значит, да, это, конечно, хорошо, да, что если вот СА минус Д у нас положительное, то у нас есть постоянный темп. Кстати, некоторая уже интуиция получается, что для этого получается, чтобы он был положительным, этот темп прироста, да, нам нужно, чтобы у нас достаточно большой уже был технологический уровень А, достаточно большая норма сбережения была по сравнению с амортизацией. Если это выполнено, то у нас есть этот рост. А если мы в каменном веке находимся, да, или вообще ничего не сберегаем, да, то, соответственно, у нас роста не будет. Вот. Ну, да, хорошо, мы как-то очень примитивно объяснили рост, но, например, такой эффект, как вот эта вот конвергенция стран, здесь абсолютно отсутствует. Да, у каждой свой рост, все страны разбегаются, так сказать. То есть здесь эксперименциально разбегаются. Вот здесь они эксперименциально разбегаются, да, что не наблюдается, да, что не наблюдается, так сказать, даже учитывая Great Divergence. Вот Бубайроса была по этому поводу, когда он чуть назад вступил, не получил пола работы, когда он вводил еще, по-моему, со множителями какая-то энергетическая эффективность производства в этой стране. Вот. То есть насколько энергия, правильно затрачиваемая на производстве, эффективно используется. Ну, я, по-моему, да, с этими работами знаком, да, но они как-то вот очень напоминают, если там эту энергию заменить на человеческий капитал, то это очень напоминает существующие его модели, да, вот так сказать, вот. Ну, да, да. И, кстати, вот тоже, если… Потому что у нас, как раз, энергетическая эффективность плохая, она уже там топливается там. Вообще, энергия сюда, там, как-то… Знаете, у вас же рост экспоненциальный, да? Если у вас энергия, она экспоненциально растет, то вы всю энергию Вселенной за очень короткое время… Нет, там, конечно, не был экспоненциальный рост. Ну, помни, как он его вводил, с каким-то… Ну, на начале мы так находимся. А, сегмойный, да, сегмойный. Да, ну, вот здесь как раз таки вот, пока, по крайней мере за последние 200 лет, якобы рост экспоненциальный. Он был… А перед этим был такой, слабенький. А перед этим его григород вообще не было. Хотя это очень странно. Там целая революция… Они, вот экономисты, вообще считают так, что рост начался с индустриальной революции, да? Хотя, собственно, до этого несколько… Там уже около 6 тысяч лет назад начался в хозяйственной революции. Но они считали, что так. Тогда, мол, типа, население так быстро росло, что оно всегда тут же заполняло нишу, да? И поэтому ВВП на душу населения не росло. А просто росло население, да? И тут же открывшиеся пищевые ниши она заполняла, да? Из-за технологического улучшения, да? В результате оно так же бедно жило, как и раньше. Ну, вот так вот считается в литературе. Но раньше население намного медленнее росло. Да, оно росло, потому что медленно гол, да. Скорее всего, да? Потому что у вас… То есть… Ну, только когда была там борьба была северной? Да, да. Ну, вот, например, там Индины не были. Да, да. До сельскохозяйственной революции… Как пройдет все… Да, до сельскохозяйственной революции нужны были огромные охотничьи угодья в деревне, да? После сельскохозяйственной революции… Просто чтобы… Ну, как историки некоторые пишут, что-то я не Федор читал, да, что нужно… Потребовалось пару сотен лет, чтобы заполнить всю вот эту территорию, да, так сказать, до того, как совпадать начался голод, да. Ну, в общем, смысл прям такой. Вот это вот беда, да, этих моделей. Одна есть модель, наивная такая, да, как бы, значит, но… Но она до сих пор используется, АК-модели до сих пор используются. Когда это не основная тема исследования экономистов, но нужен эндогенный рост, как простенький такой блок эндогенного роста, их добавляют в модель. Потому что они очень простенькие, да, ведь не нужно возиться, да. Но, значит, после этого… Значит, что ещё, кстати, хотел вам сказать по поводу вот этой вот функции, значит, Коба и Дугласа, да. У нас есть функция Коба и Дугласа, по фамилиям Коба и Дугласа, но… Они не занимаются, значит… Она была специально придумана, чтобы описать некоторый наблюдаемый факт, что у вас, несмотря на рост в американской экономике, доля труда и капитала, затрат на труду и капитала, оставались постоянно. Вы договоряется, если вы при помощи функции Коба и Дугласа будете прибыльно, если вы посчитаете, что мы сейчас здесь делаем, у вас доля как раз и будет. Доля капитала – альфа, доля труда – единица – минус альфа. Вот она, откуда выбрать. Трюк, да. Я уверен, что наверняка все знаете, но напомню, значит… Смотрите… Точно не знаем. Да, хорошо. Вот так вот. Если, значит, я буду теперь максимизировать прибыль фирмы, у которой производственная функция Коба и Дугласа, она является так называемым прайстейкером, то есть она нанимает труд по независимой от нее зарплате и арендует капитал по независимой от нее ставке. И вот это вот прибыль от капитала и труда, и фирма хочет ее максимизировать. Вопрос, чему равняется максимальная прибыль? Вот. На самом деле можно просто посчитать. Прибыль – максимум от функции. Да, максимум от функции. Буквально дифференцирует. Да. Не умеет. Вот, да. Продифференцировать, приравнять нулю, потому что благодаря вот этой замечательным свойствам функции, а их в экономике называют свойствами и нады, что у вас в бесконечности предел 0, а в нуле в предел производной бесконечности, у вас всегда внутреннее решение таких задач максимизации. Всегда внутреннее решение. Поэтому можно смело дифференцировать, приравнять нулю, угловых решений нет. Каких нет решений? Угловых. Ну, углу, да. Ну, например, у меня нет здесь. Ну, все понятно. Да. Все гладко. Ну, не только гладко, но вот эти вот хорошие… Ну, что здесь у вас всегда бесконечность. Здесь вот предельный капитал, предельный производитель капитала – бесконечность в нуле. То есть там нет, марш. Вы всегда от нее отстроитесь, вот какие бы здесь цены не были. Да? Вы всегда… Это здесь будет решение, никогда в нуле. Вот. Оказывается, обратите внимание, вот эта вся функция прибыли, она тоже обладает свойством постоянной отдачи от масштаба. Да? Если каждую вот эту штуку нам нужно на одно число, я ее могу вынести. Да? А есть теорема Эйлера, которая в частности говорит для вот функций линейных однородных, что она… Такие функции линейные однородные представимы в следующем виде. Производная… Ну, собственно, вот она, линейная однородность фактически отсюда и видна. Вот. Для функции однородной степени r где-то там коэффициент будет. Да. Если бы была в какой-то степени, здесь были бы какие-то коэффициентные… Да, да, да. Ну, да. Но здесь у нас вот линейная однородность, она вот такая. А условия от оптимальности у нас какие? А? Значит, прибыль сама чем уравняется? О! Да. То есть… А это вообще… А это вообще настолько удобно, да? Для чего экономисты? Удобно для того, чтобы объяснять… Они говорят, что как раз вот так-то и удобно там моделировать прибыль в условиях так называемой совершенной конкуренции. А в совершенной конкуренции она и должна быть ноль. Да, почему? Потому что если бы она была не ноль, они отслуждают противно. Была бы не ноль, то тут же, из-за отсутствия барьеров входа, пришла бы другая фирма, которая стала бы с вами конкурировать, отобрала бы часть вашей прибыли, и так бы продолжалась до тех пор, пока ваша прибыль бы не ушла в ноль. Вот такое вот доказательство, да? Поэтому как бы считается, что как раз вот такая функция удобно, значит… Удобно… Удобно очень, значит, моделироваться совершенной конкуренцией. А теперь, значит, вопрос такой. Хорошо, вот фирма, она все потратила, всю свою прибыль она потратила вот на это и вот на это, да? То есть, фактически, она… Вот это вот производное, да, это у нас не что иное, как… Значит, из-за того, что прибыль ноль, да, прибыль ноль, у нас весь выпуск тратится на… Прибыль ноль. Весь выпуск тратится на оплату труда и на оплату капитала. Вопрос, а где здесь инвестиции в новые технологии? Да, вот если мы говорим об анагенном росте, там же должны быть какие-то инвестиции в новые технологии. Вот. А нет, мы все на рабочих и на капитал тратим. Поэтому, так сказать, если у нас же какая-то технология произойдет, то она произойдет случайно. Да, там вот мы что-то производим, ой, и научились производить лучше. Не тратить на это дело. Это называется learning by doing, да. Вот. И, очевидно, все помнят, что именно в этом дело, да, так сказать, вот с Кругман, так сказать, в свое время, ну, значит, он сказал, что на самом деле, что важно здесь и там, если у нас есть так называемые несовершенства рынка, market imperfections, они позволяют фирмам получать не нулевую, хотя бы операционную прибыль, которую-то не можно использовать на инвестиции в новые технологии. Ну, собственно, вот это и есть начало, как бы, этих самых второго поколения, да, моделей инвестиционного роста. Тогда мы отказываемся, хотя бы в одном рынке, да, от предположения совершенства конкуренции, да, чтобы у нас была не нулевая прибыль. Ну, например, грубо говоря, это сидит монополист, вот и все. Монополист, он, значит, получает не нулевую прибыль, то есть он не все тратит на капитал и, значит, и труд. Вопрос, почему он тогда тратит на инвестиции в новые технологии. Ну, разные, значит, есть соображения, там, одни соображения, то, что он, как бы, просто просчитывает на будущее и, как бы, убирает, там, максимизирует свою прибыль, а другая, это просто он боится, что другой монополист придет, который потратит, да, допустим, монополист имеет патент. Никто, кроме него, не может производить продукт Y. Придет другой монополист, потратит, вернее, придет другой предприниматель потратит деньги на создание другого продукта, тоже получит патент, который будет лучше этого продукта. А того покупателя все выйдут к этому, он станет этим монополистом. И чтобы этого не произошло, уже существующий монополист уже начинает тратить, да, так сказать, для того, чтобы была такая гонка, да. Мало того, они могут производить даже оба разные продукты, да, но, допустим, там, один есть, там, я не знаю, там, айфоны, да, и не айфоны, да, телефоны. В принципе, этот продукт, ну, вроде как одинаковый, да, но они запатентованы, никто не может, кроме этого произвести айфоны, так же. Вот, но покупают и те, и другие. А, получается, вроде как они монополисты, но локальные, они друг с другом конкурируют. Вот такая же ситуация называется монополистическая конкуренция. Да, и теоретически каждый из них получает на нулевую прибыль, и тратит ее, скорее всего, вот, на как раз-таки свое развитие, да, на исследования, на неокры, да, или вот как, не знаю, мы исследуем опытно-конструкторские разработки, да, а по-английски это R&D, Research and Development. Как по-английски? R&D. R&D. R&D, да. Ой, извиняюсь, как там спишется там? End. End. Забыл, как это R&D. Research and Development, да? Да, R&D, да, Research and Development. Тойоты, институты, где-то 5 тысяч сотрудников. Которые только рынки занимаются. В чем все, рынковый эффект изучают, все-все-все-все. На всяких случаях, да? Да, да, да. Да, и поэтому здесь... Даже если вы институты были правильными, так сказать, созданиями, наверное, в свое время. Да. И здесь как раз-таки вот, значит, как выглядят такие модели. Вот теперь я немножко войду в детали, да, так сказать, если вы позволите, за время позволить. Я немножко расскажу. Вообще вот одну модель сформулирую. Здесь я две модели в аннотации выписал, да, это модели. Когда у вас вот это вот количество товаров увеличивается, там, ваше R&D приводит к тому, что у вас просто появляются новые и новые модели смартфонов, да, параллельные, да. Вот. А другие есть инновации, это называется горизонтальные инновации, да. А есть инновации вертикальные, это когда вы увеличиваете качество одного и того же товара, да. Таким образом конкурируя вот именно за производство именно этого товара. Например, за производство хлеба, да, в производство хлеба, да. Это вы считаете своим товаром, туда вкладываете, таким образом, с какой-то вероятностью у вас удается ваша инновация, да. И вы вытесняете конкурентность, становитесь локальным монополистом на следующий период времени. Это уже шундаторские модели. Эта идея называется Creative Distraction. Для того, чтобы создать что-то хорошее, нужно разрушить что-то хорошее, да. То есть Creative Distraction. Вот. Созидательное разрушение. Ну, мне, например, нравится модель просто с увеличивающимися разнообразием, да. Потому что это в некотором смысле отображает человеческую любовь к разнообразию, да. То есть вот у вас, ну, вам лучше, допустим, один день вы один сыр попробовали, а другой день другой сыр, да. Нежели чем каждый день есть один и тот же сыр, да. То есть вам даже лучше просто от разнообразия. Ну, а с точки зрения производства это вот сейчас мы посмотрим, как это показывает эффект специализации, как раз таки, вот, который считается неисчерпанным, как раз таки, до сих пор мы будем смотреть. Итак, теперь хочу немножко поговорить, и вы, пожалуйста, поправьте меня, если ошибусь. В чем вообще отличие, вот, допустим, экономики от естественных наук, да, от физики, которые изучают природу, да. Есть много разных вот мнений, разных, значит, отличий, которые говорят, что вот в экономике там невозможен эксперимент, там, хотя на самом деле есть экспериментальная экономика, да, вот, и наблюдения есть экономические, там еще какие-то там вещи. В экономике замешана поведенческая психология. Да, вот, есть некоторые моменты, и момент, значит, связанный с тем, что, ну, например, когда я выписываю какой-то закон, мы выписываем, допустим, в физике, используем там либо закон Ньютона, либо какой-то вариационный принцип, то, в принципе, этот вариационный принцип, да, он один, да, то есть природа – это один игрок, она максимизирует что-то, какое-то там… Перезаминализирует. Да, или минимизирует, да, вот, какое-то там действие, да, вот. В экономике же, да, у нас есть несколько агентов, и каждый минимизирует, это существенно, это игровая ситуация, да, это игровая ситуация. В естественных науках есть игровые ситуации, но они, опять же, связаны с людьми. Ну, например, там, бой, там, да, самолетов, да, вот. Это игровая ситуация, там, два, два игрока. Но это не совсем как бы вот физика, да, уже, это больше вот именно управление, да. Вот, поэтому вот это существенная вещь, да, что, когда мы берем закон в физике, это какой-то, допустим, вариационный принцип, один, да, то в экономике это какое-то игровое равновесие, это несколько вариационных принципов, находящихся, несколько максимизаций, находящихся в каком-то равновесии. Ну, например, они, ну, это что-то такое вот а-ля равновесия Нэш, да, вот этого самого, да, то есть, о котором мы сейчас тоже вот можем, ну, не о нем поговорим, а вот о такой концепции. То есть, чтобы записать модель, нужно нам договориться, какие законы мы используем, чтобы его записать, да, то есть, как закон Ньютона в экономике будет. И вот одним из моих, ну, таких вот основных направлений является понятие, когда мы описываем всю экономику, да, а не микроэйл, ну, вообще, понятие равновесия, а для описания всей экономики, макроэкономики, да, ВВП относится к макроэкономическим параметрам, это понятие общего равновесия, да, что это такое общего равновесия, понятие, а это такая вещь, что это такая траектория всех параметров экономики, всех параметров экономики, при котором, во-первых, все агенты максимизируют свой некоторый функционал, допустим, какой-то, допустим, какой-то у них есть, полезность какая-то общая, у каждого есть какая-то полезность, он ее максимизирует, при фиксированных для него ценах, да, вот то его выбор, допустим, сколько я потребляю, это мой наилучший выбор при заданных вот этих ценах на рынке, да, это раз, второе, фирма максимизирует свою прибыль, да, тоже вот в рамках, в рамках вот этой вот траектории, да, и своих возможностей, а третье, выполнен просто баланс, да, сколько произвели, столько потребили, да, вот это фактически есть понятие общего равновесия, и вот оно вот фундаментальное, и большинство моделей строится за помощью него, мы можем так описать, 1, 2, 3, там, первая задача потребителя, задача фирмы и баланс, все, да, фактически вот все модели они так строятся, просто у вас фирма может быть много разных и разных типов фирм, потребители могут быть разных, хотя обычно одним, так называемым, репрезентативным обходятся, да, каким-то репрезентативным домохозяйством, да, и репрезентативным потребителем, да, есть. То есть, получается, мы должны найти такие условия, при которых изменения ситуации не выгодны ни одному игроку, ни другого. А как это сказать? Наоборот, выгодно. Не-не, изменение ситуации, скажем так, только его личное. Ему лично, при том, что все остальные не меняют, то есть это не коалиционная игра, не кооперативная. Вот все остальные не меняют, а ему, для него это самое лучшее в этом случае. Вот это, собственно, и есть определение равновесия нэши, когда у каждого лучший ответ, при том, что все остальные ничего не меняют. Поэтому мы, собственно, запишем такую модельку, которая как раз будет моделировать увеличение разных товаров. И начнем, естественно, с понятия общего равновесия. И первым в этом понятии как раз была задача агента. Задача агента – это задача домохозяйства. Я сразу выпишу задачу в виде оптимального управления. Так, множительное е в степени минус урол – т. Сабчик – т. Сабчик – ту. Да, это так я часто пишу. А дальше здесь – это полезность агента, потребление агента. А это его активы, грубо говоря, в банке. Он маленький агент. Для него процент, который ему платят по активам. Ну, допустим, пока он будет зависеть от времени, на самом деле мы от этого откажемся. Он для него фиксированный. То есть он не зависит от его количества агентов. А дальше он получает что еще? Получает зарплату. Ему, естественно, расходует потребление. Ну, естественно, он риск будет. Если фиксированные твердки постоянно… Ну, для него это фиксированная траектория. Да, он может ее предвидеть. Это, как называемый, perfect foresight. Значит, наилучшее, как бы, идеальное предсказание. Ну, и понятно, что вот это неполная задача. Если у – это некоторая функция… Ну, давайте логарифм возьмем для простоты. У – это логарифм от С. Подрастающая функция в таком виде решение взрывное. Почему? Потому что А здесь не фигурирует, да? Ну, так сказать. Вот. То есть мне оптимально сразу взять бесконечный долг. А знак А не ограничен, да? Он может быть отрицательным. Если у меня положительные банки сальдо, то, значит, там депозит у меня, да? Если отрицательный. Вот, значит, ты должен банк, да? Ну, я беру сразу минус бесконечности и все. Вот. Ну, чтобы такого не было, да? Чтобы такого казуса не было, есть так называемые условия отсутствия пирамид. Да? Вот это как раз вот ту самую… Понзи гейм. Понзи гейм, да? Понзи гейм, да? Называется. Игра Понзи, да? Которую… Или как можно сделать? Взять в банки денег, да? Значит… Чуть потребить. А чтоб отдать, взять в другом банке, да? Вернуть и так вот и брать между двумя банками, там, все больше и больше и больше, да? Так сказать. Постоянно что-то себе на подтвердение отсчитывали. И так вот до бесконечности. Ну, чтобы такого не делать, банки, естественно, с этим борются. Да? У них, например, общая база кредитной истории у всех находится. Сейчас я знаю людей, которые делали такие базы. Если в один банк отражать, приходите, они, в принципе, знают, сколько убрали в других банках. Поэтому, скорее всего, вам так не дадут. Ну, и вот теоретически это ограничение выписывается в таком виде, значит, что это у нас… Ну, это самое… Ну, давайте, ладно. Постоянно… Сразу что-то не мучиться. Экспонент достижения РТ минус умножить на АТ, где Т стремится к бесконечности, и это должно быть больше или равно нуля. Да? О чем это говорит? Что на самом деле вы можете копить долг. Мало того, вы можете копить бесконечно большими. Ну, вы как домохозяйство, которое живет бесконечно долг. Можете. Но с темпами не быстрее, чем процентная ставка. С темпами не быстрее. Почему минус? Да. Это так называемое приведенное значение. Да? То есть вы дисконтируете с процентной ставкой. Для вас есть это… Ну, либо концепция астронативных издержек, так сказать. Либо вы просто взяли и победили. То есть, грубо говоря, это приведенное значение вашего актива не должно быть отрицательным. То есть оно может быть отрицательным в каждый конкретный момент, но в бесконечности оно как минимум ноль должно быть. Причем вот так, да? Ну… Куда? М? Да. Ну, на самом деле, лобная штука, так сказать. То есть выгоднее, чтобы R было не таким большим или оно? У вас константы R, да? R, оно, на самом деле, является, в некотором смысле, эндогенной переменной. Оно определяется в результате равновесия. То есть для вас выгодно… Понимаете, если вы в долг берете, да, для вас выгодно, чтобы оно было не большим. Если долго берете, выгодно, чтобы большим было. В зависимости от того… Еще раз, вот все переменные опишите… Да, A – это активы, это у вас банки. А, активы, да. R – это процентная ставка. Это, так сказать, скорость роста активов. Да, да. Скорость роста или скорость роста долга вашего, если они отрицательны. Да. Это зарплата. 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 Ваше потребление, вот оно. Потребление, все понятно. И вот так, когда вы уже имеете такое ограничение, уже становится ограничением, связанным с этим. Ну и понятно, что если у вас ненасыщаемое предпочтение, да, то есть у вас всегда растет ваша полезность по потреблению, то вам невыгодно, значит, в бесконечности иметь строго положительные, приведенную активы ваши, да. Вы берете именно равно нулю. То есть, на самом деле, одно из условий оптимальности мы можем выписать сразу. Да, так. Что у вас пределы-то… Их часто путают в экономической литературе, да. Именно условия отсутствия пирамид и условия оптимальности, да, так сказать. На самом деле, условия оптимальности – это вот это. Вот это условия оптимальности. Оставшиеся условия оптимальности выписываются перед помощью применения принципа максимума. Да. Выписываем габритониан, максимизируем, выписываем сопряженное уравнение. Вот. Но, на самом деле, эту задачу вот такого рода его решали еще до появления принципа максимума. Потому что уже она, в принципе, похожа на задачу вариационного числения. Для него выписывают просто результаты по ценному считению. Это уравнение рейлера. Или я не знаю, как правильно. Или я не знаю, как правильно. Я не знаю, как правильно. Тогда, тогда вы можете себе сделать лучше, да, еще больше, значит, потребив. Ага. Еще больше потребив. А тогда, значит, это противоречие тому, что у вас оно не кражет. Есть слишком много – плохо. Вредно ли это? Наоборот, не доедать вредно. Не доедать вредно. Не доедать вредно. Надо съесть все, что доедно. Да. Никогда не отказывайся от бесплатного ланча, да, как есть. Что вы становите в навесе экономики? На настоящем горизонте. Если, допустим, вы ставите задачу хорошей жизни до завтрашнего вечера, то завтрашний вечер надо потратить все деньги. Да. В конце у вас должен быть налиловик. Да. Да. Ну и все, можно сразу уровень эллера выписать, чтобы не возиться с принципа максимума, да. А уровень эллера выписывается, насколько я помню, да, в… Я вот просто сразу выпишу, попробуем наизусть. Это речь о чем? О условиях оптимальности для этой задачи. Ну, вы, конечно, хотите взять уровень эллера для верхнего уравнения написать? Вот для всей задачи. Для всей задачи? Да, для всей задачи, ну, вот кроме вот этого, да, так сказать, вот для вот этой задачи, вот. Да. Вот для этого, да. Вот здесь просто выпишу уровень эллера. Насколько я помню, по-моему, было так. То есть это надо, значит, как бы, на языке математики решить вариационную задачу при условии с множественной окнаточки. Да. Ну, да. Ну, да, это вариационная задача здесь. А причем по С, да? Да, по С. Максимизируем по С. По С. Ну, максимизируем по С опять, дифференцируем, как говорится. Да. Правую часть дифференцируем по А. А это зачем же? А это не вносит, как множество лагранцев. А, да, да. А, да, да. А это переменная состояния, да? Я бы написал множество лагранцев здесь. Ну, да, но я ищу условия максимума можно написать. Ну, вы напишите ответ. Да, да, давайте ответ и проверим его на правильность. Да, да, да. Что вы сделали? Да, да, да. С точкой. А справа должна быть производная правой части вот этого уравнения. Я бы вспомнил наизусть, поэтому сразу выписывал. А это значит, это должно у нас быть просто. А, вот так, да? А теперь, смотрите, подставим сюда логарифм. Сейчас, сейчас. Что произошло? Давайте сейчас меня на это уравним и поговорим. Что вы сделали? Слева это вариационно-производная интеграла, да? Да, да. Интеграл, значит, правильно? Да, как это? Значит, по С, да? Да, по С это по времени. Ну, я уравнение лагранжа записал уже. По С, сейчас, минуточку. Ре лагранжа по С, там производной и нет АС. Поэтому просто дифференцируем это по С. Действительно, откуда же там вторая эта производная? А вы же по времени потом еще дифференцировали. А где, где? Уравнение лагранжа. Нет, нет. Это когда вы по производной. Д по ДТ, а ДЛ по ДТ по ДС с точкой. А тут С точкой нет. Это уравнение лагранжа. Это что-то другое. То есть, ну, вот. А вот Х точка. Вот она. Сейчас, сейчас. Вот эту штуку туда подставляете. А, сейчас. А это как подставить туда? Ну, как? А, С, А. С стоит. Да, да. С, А, Т туда подставляете. Ага. А после этого вы уже по А начинаете. Ну, да. По А, да. Сейчас. Или по А и по С. Как-то здесь вот концы с концами немножко не сходятся. Ну, в общем, вот. В точке зрения математики. Да, да. Вот это правильно. Может быть, там где-нибудь не С штрих, а А стоит, наверное. Вот не С, а А вот там. Нет, нет. Это штрих по аргументу. Всё. Это вот по аргументу. Аргумент здесь С. А, и С ещё вот туда подставляете. Я же, смотрите, вот отсюда. Смотрите, выражаю С отсюда. Подставляю сюда. Получаю формулировку вариационного. По А, там же там С уже нет. Да, но там А и А с точкой. Всё, вот. Значит, по А. Варируем по А. Да, варируем по А. Если быстренько по А. Варируем. Ну, так сказать. Д, значит, У с точкой. Потом, значит, по С стрих. Ну да. А потом ещё две точки. Это самое. Д по ДТ возьмём. Да. А потом ещё по С нужно. Равняется ДЛ по ДЦ. ДЛ по ДА тогда уже. ДЛ по ДА, конечно. ДЛ по ДА. ДЛ по ДА. И там ДЛ по ДА как раз. Вот это самое. Правая часть это ДЛ действительно. Да. Ну и здесь я специально сделал очень простую. А, вот почему У штрих внизу. Там это. Там появится. Всё. Вот. Подставляем сюда логарифм. Минус на плюс заменяем. И это просто будет. Вся точка будет единица на Гринбеража. На Гринбеража. На Гринбеража. Вот. И тогда у нас я перебешу её. Вот в таком виде. Если я не ошибаюсь. Да. В таком виде. Давайте продифференцируем, а? А. Ты не мудрил. Конечно. Нет. Я это замену вам. Это самое. Давайте продифференцируем, а мы дальше. Давайте. Нет. Это замену. Смотрите. Интеграл. Значит. С заменяем. А с точкой. Минус. Переносим туда. Р. Это. Что у вас? А. Это ничего. Минус РА. Да. Минус. Дублевая. Правильно? Да. Минус Дублевая. Да. Значит. Минус. Везде плюсы должны. Смотрите. С сюда. А. Бам. Бам. Вот так. А здесь. А это вообще константа. Это константа. Все это константа. Которая вообще. Как говорится. Значит. Это Лагранжан. Уравнила Гранжа. Это ДЛПДТ. Чтобы не выводить. Значит. ДЛПДА. У нас тут будет с точкой. Равняется. ДЛПДА. Вот уравнила Гранжа. А вот это Лагранжан. ДЛПДА. Так. Все. Дифференцируем. ДЛПДА с точкой. Это. ДЛПДА с точкой. Равняется. Да. Это. Равняется. Просто-напросто. У штрих. Минус. Минус. Замечательно. Это всего АС как раз. Между прочим. АС. А эта штука. Значит. АДЛПДА. Равняется. Р. Равняется. У. Штрих. Да. Да. На. АС опять. Так. Значит. Это правая часть. Да. А потом просто делимся. А это. Дифференцируем. Мы получаем действительно это. Да. Ну все. Так сказать. Уравним. Правильно. Хорошо. Да. Вот. Я думаю. Мне нужно перевернуть. Все. Вот. Значит. Я сразу выпишу ответ. Немножко в другом видео. Значит. Вы мне поверите. Если я вам скажу. Что вот эта единичка на С просто будет. Хорошо? Да. Значит. Тогда. Я запишу его вот так. Значит. С точкой на С. Равняется. Чего там у нас было? Р. 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 С точки на С. Р. Что такое С? С это у нас. В случае логарифма. Да. В случае логарифма. В случае. Если было бы там не логарифма. А какая-то другая функция. Например. Степенная. По коэффициентной степени вот здесь бы появился. Да. Нам бы на него делить пришлось. Да. Так сказать. Ну. Чтобы не возиться с ним просто как я. Вот это что такое С? С это потребление на душу населения. Мы с вами договаривались. С маленько. А это фактически. Темп прироста потребления на душу населения. То есть фактически то что нас интересует. Р. 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 Это какие-то личные ваши дисконтирования. Да. Ваши личные. Как вам будущее меньше нравится чем настоящее. А это реальная ставка процента. По кредитам. Она же по депозитам. Р. 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 Умножить. Р. 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 Значит, интеграл, а здесь вот некий промежуточный продукт, промежуточный продукт, который используется для производства конечного продукта. Конечный не путать с конечными услугами и товарами. Просто конечный, потому что он и диспромировочный происходит. Значит, который, ну, вообще-то зависит от t и от некого i, и интегрируется от нуля до m. А m, это у вас как раз таки есть мера вашего разнообразия промежуточных товаров. И все это дело в степени альфа. Вот. То есть фактически мы имеем функцию, которая имеет постоянный дача от масштаба. Если я x умножу на что-то и на это же самое, у меня все возрастет в это же количество раз. Но оно вот именно таким вот интересным образом выглядит. А дальше вот... Что такое? x это некий промежуточный товар, который будет еще одни фирмы производить. Отдельно. Да? Отдельно. То есть полуф... Как фирмы производятся? Это было 2а, это 2b. Фирмы... Значит... А по i там не надо еще проинтегрировать? Где? А вот тут, в этом, в этой грани. Здесь? Да, по i. Он не зависит. А, это по i интегрировать? Да, я про i проинтегрировал. А, это не по t, да? То есть на самом деле это x маленькая на n. Можно вынести здесь, естественно. А по t тогда там не надо интегрировать? Это вот от t зависит. Это все. Это все функции от t, да? Вот. Значит... Кто производит эти x? А вот здесь самое интересное, да? Самое интересное... Это вот как раз та самая монополистическая конкуренция. Вот. Фирмы, которые производят x, имеют патент бесконечный, вечный, на производство только конкретного этого x. То есть какая другая фирма не может его производить. Поэтому эта фирма называет локальный монополист. Да? Эта фирма локальный монополист и прибыль этого локального монополиста. Равняется цена... Я буду опускать индекс... Вообще-то здесь должно быть и т, и не и везде. Это да. Это цена этого товара, на количество товара, которое они произвели, и минус расходы на его производство. Будем считать, что расходы на производство единицы товара равны одной единице конечного продукта. Этим я все считаю конечным продуктом. Поэтому здесь просто минус x. Теперь смотрите, задача. И мы это все максимизируем. Да? Но, так как эта фирма монополист, цена зависит от x. Надо найти вот эту зависимость цены от x. Как найти? У нас есть спрос. Эти же фирмы проявляют спрос на этот товар. Да? То есть это, на самом деле, некая такая, типа, производная фрише, да, будет? Насколько я... Поправьте меня, если... Все равно. Да. Некоторая вариационная производная. Да. Некоторая вариационная производная. И она... То есть в некотором смысле... Можно его так обозначить. Которая в данном случае будет просто равняться альфе. l единице минус альфа на x. Ну, конкретно же какой-то и ты, да? Ну, понятно, он и и ты, но не важно. Альфа минус один. Вот это вот. Да, такая вот функция получается. Видите, она зависит от... Подставляем сюда. Да, на x сюда умножим. Потом дифференцируем по x-у, приравним к нулю. Да. Значит, сразу уже не будем этого производить. Просто сразу вам скажу, чему получится... В частности, цена. И вот такую цену вы во всех моделях увидите, с монотаристической конкуренцией. Что цена... В случае, если бы и совершенная конкуренция, цена, очевидно, должна была бы быть единица, чтобы прибыль равнялся нулю. А так как у нас все-таки монополист сфера, цена у нас будет больше единицы. А именно, единичка, деленная на альфа. Очень такой простой, красивый результат. Я вам скажу, если вы цену сюда подставите по x-у, продифференцируете, приравняете нулю, найдете x, потом благородно подставите в цену, цена будет равняться единичке, деленная на альфа. Это что такое? Сейчас расскажу. Цена в единицах конечного продукта на ваш промежуточный продукт. Значит, что вы делаете? Вы поставляете в уравнение. Да. Получаете уравнение на x. Да. Так, и что дальше? Дифференцируем по x-у, приравнение на x. А, и находится в максимальной точке? Да. Находит, что в максимальной точке цена равняется единице на альфа. Да. Соответственно, прибыль у нас тоже имеет простой достаточно вид. Да, то есть это единица минус альфа, умноженная на x. Ну и так далее, да. То есть это какая-то x подставляем сюда, получаем некоторую конструкцию. Вот. То есть выражение для x-а. x тоже класс. То есть мало того, что у нас цена не зависит ни от времени, ни от товаров, да. У нас и x не зависит ни от времени, ни от товаров. В данном случае. Но это все результат навоировки, конечно. То есть при другой навоировке было бы другого. Итак, это были вторые фирмы. Третья фирма еще есть здесь. И вот это как раз таки отличие моделей нового поколения, вот второго поколения, да. Что они явным образом моделируют. Там был P3 должна стоять, а не V. Нет. Это только пока максимизация фирмами идет. Понимаете, да. То есть это была задача максимизации этого. А это три разных фирмы и все максимизируют. Значит, а здесь у нас явным образом моделируется рынок исследований разработок. Явным образом моделируется. И осознанные решения вот этой фирмы, вот эти вот денежки потратить на исследование и разработки. Да. А именно, как у нас будет выглядеть... Значит, первая фирма это какой тип? Первая фирма обычная конкурентная фирма. Да. По развитию финального продукта. Она предъявляется просто на промежуточный продукт, который производится фирмами монополистами. А вот чтобы вот эти вот фирмы монополисты, чтобы получить новый патент на новый продукт, чтобы это не увеличилось, да, она идет на рынок исследований разработок. А вот он, мы опять будем считать, что свободно конкурентный. Там находятся, значит, инженеры сидят и говорят, мы для вас сделаем чертеж и оформим патент. Заплатите нам денежку. Какую деньгу они им заплатят? Экономисты говорят, ну, очень просто. Они заплатят ровно столько, сколько принесет этот патент прибыли покупателю, приведенный к нынешнему моменту. В то время, пока действует патент? Да, а он бесконечный. А, в модели? Да, в модели он бесконечный. Поэтому вот эта прибыль, вот эта прибыль, трансформенная, вся, она будет равняться вот этому. П делить на Р. Это весь поток прибыли за бесконечный время. Где у нас П? П это вот. А, это П вот это. Да, П, да. Вот, и делить на Р. Почему делить на Р? А Р что такое? А Р это вот наша ставка. Ставка, ставка, ставка. Р, которая в самой первой форме. Да, почему делить? Потому что мы что берем? Мы берем эту прибыль, да, умножить на Е в степени, минус Р и от нуля до бесконечности вот это вот. Мы берем интеграл, это ни от чего не зависит, мы его выносим, просто берем интеграл от экспонента, получается, единица на Р. Вот, это вот приведенное значение прибыли. Она как раз, это наша прибыль. А наши затраты, это столько, сколько мы потратили на, значит, ну, да, еще нужно умножить на М с точкой, да, то есть мы прибыль получаем с некоторого прироста. Но надо платить-то будет вот этот педилитнай вот с тем темпом, да, с верхним, то есть это не на временную плату? Нет, это сейчас, вот сейчас оценивают этот патент в эти деньги, все, понимаете, и сейчас мне уже эти деньги нужно за него заплатить. А иначе, ну, кто-то меня перебьет на цену, или наоборот. Ну, это патент обычно все-таки, оно, конечно, до бесконечного времени, но мы его использовали в конечном. И на М с точки надо умножить, потому что мы же это делаем во времени и делаем на каком-то приросте. Вопрос Алексея Александровича заключается в том, что почему там мы проникли до бесконечного времени, а вдруг здесь получается конечное время? То есть, как бы, видимо, там надо считать, что какое-то быстрое время, да, вот то вот? Нет, здесь, смотрите, что это такое? Почему бесконечный? Это приведенный поток прибыли, к нынешнему моменту, да? Это, грубо говоря, сколько стоит, вот если у вас есть компания, которая вам дает по миллиону в год, сколько она сейчас стоит? Я хочу у вас ее купить, за сколько продается? Понятно. Ни пи на эр годы. Ну, ну, примерно, примерно, так сказать. Чтобы до конца жизни не хватило. Вот в данной ситуации это бесконечность, так сказать, потому что мозги работают. Они говорят, пока мы затягиваем существование, вот речь о чем идет, пока мы раскрутим студентов, обучим, пока они, бах, потом смотришь, радиосвязь. Да, вот, случайность. Ну, точно, какой-то там, Максвелл какой-то применил эту самую… Результат упорчивости. Да нет, послушал этого самого Гамильтона, значит, понял, что надо там… Ну, все. Да, сейчас я, вот, осталось закрыть модель чуть-чуть и закрою модель. Значит так, вот это сколько мы получим? Сколько вот этот покупатель патента получит? Сколько он потратит? А он потратит столько, ну вот, допустим, мы обозначим это некоторым R. Это сколько он тратит? Да? Это T. И из-за того, что там у нас идеальная конкуренция, да, совершенно конкуренция, прибыль его должна равняться нулю. То есть он в ноль уходит. На самом деле у него, да, операционная прибыль положительная, чистая прибыль ноль. Он все отдаст либо банку, которому кредит взял, да, так сказать, либо вот этому производителю патента, да, вот он все, он просто все отдаст. Да, то есть чистая прибыль ноль, но операционная, да, положительная. Вот это то, что вот у него чистая прибыль ноль, это вот условие… Или, наоборот, условие арбитража. Значит, осталось последнее предположение. Отлично, хорошо. Словие отсутствия или условие арбитража. Да, по-русски говорят, что это слой отсутствия арбитража, а по-английски написано арбитраж, конечно. То есть, если это не ноль, то значит будет арбитраж. Будет арбитраж, да, да. Вот. Последнее предположение, что M с точкой пропорционально, с неким коэффициентом… Да, абсолютно. Да, с неким коэффициентом пропорциональности, M с точки пропорционально, деньгам, потраченным на исследование и разработки. То есть, чем больше денег тратится, тем быстрее вы получаете, тем больше вы получаете радиосвязей, новых изобретений, новых каких-то моделей, новых телефонов, чем больше вы тратите денег. Подставляете это сюда, и что вы получаете? Вот это лямбда, это что такое? Коэффициент пропорциональности. Да. Подставляете сюда, что получаете, да. Видите, что и здесь R, и здесь R. R можно вынести. У вас два решения есть. Либо R равняется нулю, и у вас никакого не технологического прогресса. Да. Либо вы, если поставите это сюда и вынесете это R маленькое, вы получите для R маленького конкретное выражение. R маленькое равняется лямбда умножить на вот эту вот прибыль, которая константа, да, на традиционный прибыль. Вот у вас два каких-то решения. Это мы не рассматриваем, оно нам неинтересно. Рассматриваем вот это. Всё, фактически мы уже приблизились полностью к закрытию модели, осталось только там балансы написать, который мы на самом деле писать не будем, да, номер три мы просто вообще не будем писать. Мы просто аккуратненько подставим вот в это выражение, которое и есть наш темп прироста, да. А можно баланс написать? Это понятнее будет. Просто сейчас вы быстренько пройдёте, а ничего понятного не будет. А балансы вы поймёте, а мы поймём. Не, ну баланс... Ну ладно, как хотите. Да, баланс может быть. То есть здесь баланс продукта на самом деле. Сколько вы произвели, сколько съели и всё. Да это замкнутая система финансиальных уравнений, правильно? Да, здесь нужно баланс. Мы это понимаем. Да, и одно будет лишнее из-за этого сравнения. Суть-то в общем, будем считать, что баланс лишний. Поэтому мы не будем писать просто. Итак, смотрите. Подставляем сюда вот это r, а сюда вот это π, да. И в результате мы получаем ответ, а в π мы подставляем выражение для него и так далее. Я сразу запишу ответ. Значит, итак, g у нас равняется r минус ρ. И оно же равняется λππ минус ρ. И оно же равняется, если сюда поставлю выражение для π, λ в степени единицы минус α делить на α. Вот что это такое. Умножить на l, значит, умножить на λ в степени 2 делить на единицы минус α. Да, умножить на α в степени 2 делить на единицы минус ρ. Вот. Вот такая штуковая мы получили. То есть некая константа. Мы получили, что темп прироста потребления на душу населения у нас будет некая константа, которая, видите, зависит от L. Очень интересно, да. Ну и минус ρ. Вот такая штуковая. Значит, это все какие-то константы наши, да. α обычно приблизительно 1 третий оценивают. Но хотел обратить ваше мнение на это L. Ну а как вот объяснять тебе экономически? Очень плохо объяснять экономически. Смотрите, значит, чем больше у вас труда, да, тем как бы у вас выше экономический рост. Вообще говоря, это не подтверждается эмпирически. Нет, логика есть, конечно, но не линейная. Да, да, да. То есть работа Джонса от 1995 года как раз говорит о том, что у нас на протяжении последних двухсот лет был примерно постоянный экономический рост. Примерно три процента. А количество населения увеличилось кратно, да. А даже если считать, что это только инженеры, то количество пропорций инженеров увеличилось тоже кратно. Да, среди этих людей. Вот. Поэтому, так сказать, на самом деле это называется scale-эффект. С ним борются. Есть более сложные модели, которые его устраняют. На вот такую прямую зависимость, да. Ну вот, собственно, мы модель закрыли. Теперь вкратце расскажу. В этой модели мы считали, что все вот эти товары, они однородные, другу говоря, да. Они отличаются друг от друга принципиально. Они симметричные. Да, вот эти маленькие виксы. Вообще-то говоря, у них у каждого может быть своя эффективность, своя производительность, да. И новый товар может быть более эффективным, да. Каждые фирмы, они могут производительность друг друга занимать, да. Вот фирма недоразвитая, а есть фирма развитая. Я подсмотрел, стала развитой. И наоборот, фирма может деградировать, да. И вот эта вот динамика, да, динамика, да, мы можем некоторое общее такое, мастер уравнения выписать, да, так сказать, как фирмы друг у друга технологии подсматривают, да. И оно нам может, значит, привести в таком восстановке задачи, например, к уравнению Бюргенса, да, или к уравнению Больцмана, или к уравнению Калмогорова, Петровского, Пескунова, да, и так далее. То есть в зависимости от того... Вот так мы понимаем. Какими предположениями? Это нам понятно. Да. Там будут некоторых решения волновые, да. Решения как волна распространяться технологии. Вот это очень примитивное, очень примитивное предположение. Мы понимаем все. А вот если бы вот это – в таву запихали, да, eben просто n здесь какое-то росло, да. А как-то вот здесь была бы бесконечность, а здесь какая-то весовая функция, у которой была бы такая вот динамика, да. тогда мы получали бы уравнение физики и я могу преподавать статью полтора вещь от 17 года обзор на